Когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласть, позор проклятому царизму! 22 апреля отмечают день рождения Владимира Ильича Ленина. Скажите, как вы считаете, нужно ли в Краснодаре улицу Ленина переименовать в Соборную, как она называлась, до революции? Вы знаете, я бы не стала. Пусть это будет историей. Я думаю, что, наверное, нет, наверное. Это наша история, пускай стоит. В нашем городе, безусловно, нужно возвращать исторические названия нашим центральным улицам. Улица Ленина, в прошлом улица Соборная, безусловно, в том числе должна быть переименована обратно. Если просто взять, открыть там Яндекс.Карты, посмотреть сверху, вы везде увидите улицы Ленина, Гарла Маркса, Энгельса, Люксембург и прочие-прочие-прочие-прочие. То есть это просто убивает локальную идентичность конкретных городов. Там раньше были улицы Соборная, Екатерининская, Графская. Они имели конкретную приваску к месту. Было четко ясно, что там есть какая-то история. Это Соборная, но там стоял Собор. И так в каждом городе в России. То есть сейчас у нас такая есть безликая серость улиц по всей стране, которые в Ленин никакого отношения к городу не имеют. Как и огромное количество других деятелей, как Карл Маркс, Володарский, Энгельс и прочие-прочие. Советский период – это часть нашей истории. И, соответственно, когда кто-то приходит и говорит, давайте мы переименуем улицу Ленина во что-то, это попытка замарать, вычеркнуть эту часть истории нашей страны. С Советским периодом связана не только победа в Великой Отечественной войне. С Советским периодом связано огромное количество достижений и успехов в области науки, образования, выход в космос. Я только самый элементарный, соответственно, перечисляю. И тот человек, который говорит, давайте мы уберем из всего этого Ленина советскую власть и оставим некую воздушно-пряничную Россию, тот, соответственно, сам добровольно отказывается от этих завоеваний нашей страны, от своей собственной истории. Улица Ленина, мы на ней находимся. Как вы считаете, нужно ли ее переименовать в Соборную, как она называлась, до революции? Хороший вопрос. Нет, наверное. Люди, наверное, привыкли. Я считаю, что не надо. Ну, насколько так стояло, я думаю, что столько же еще простоит. Нет резкой необходимости. По вашему мнению? Нужно абсолютно. Мне и так хорошо. Я тут выросла на улице Ленина. Я люблю Ленина. Я не считаю вообще, что необходимо переименовывать улицы. Ну, как они называются, так пусть и называются. Но люди же привыкли к Ленину. Но не все же родились в Советском Союзе. Поэтому у нас есть и молодое поколение пепси-кольщиков. Они уже привыкли. Давайте оставим все, как есть. У нас есть история нашего народа. Есть история палачей, которые наш народ убивали непосредственно. То есть есть люди, которые непосредственно лично участвовали в убийстве. Аторбеков, пожалуйста, он лично убивал людей на Ставрополье. Своими руками. Или Каляев. Человек известен только тем, что кинул бомбу в генерал-губернатора Москвы. Больше ничего. Он просто террорист. Представим, что человек, который сегодня взорвал Дарью Дугину или Максима Фамина, владея татарского, что им теперь скоро прекрасной России будущего назовут часть их улиц. Мы же не можем такое представить. А мы живем на таких же улицах. То есть те, кто в прошлом, в начале 20 века большевики, когда стирали историческую Россию, то есть буквально меняли орфографию, меняли календарь, отменяли церковь, отменяли институт семьи. Они уничтожали памятники нашим воинам-героям на Мородинском поле, где-то еще. Все происходило везде. То есть их целью была как раз стереть нашу память и заменить ее новой, своей. Тем более тогда людей, когда переименовали улицы или города, их никто не спрашивал. Хотят они там жить в городе Краснодар или на улице Ленина. Нет просто решением небольшого ограниченного круга лиц это все делалось. Поэтому, на наш взгляд, личностей, которые прям очень многое сделали плохого для страны, я считаю, нужно убирать с улиц. Они не должны увековечиваться у нас в нашей топонимике, в том числе, конечно, и в памятниках. Памятники можно собрать все вместе в один какой-то музей, там под открытым небом. Вот в музеоне же стоит в Москве, там, в памятниках Дзержинскому. Пожалуйста, можно туда свести всех Лениных и прочие бюсты Дзержинского и других деятелей, которые вот, так скажем, на теле русского народа оставили до сих пор кровоточечную рану. Я считаю, что это не допустило. Если улица Ленина есть в городе, она должна там сохраниться. Если памятник есть, он должен в этом городе сохраниться. Это история. А не мы ставили, не нам убирать. Ну, стоит памятник Ленина, да, он. Ну, памятник Ленина, никому не мешает. Человек истории, это наша история. Одеваться, ну, как бы от истории отказываться своей нельзя. Поколение выросло на этой истории, так что нам много сделало это поколение. Выиграло войну и прочее. Я тоже считаю, что это история. История, она такая, она вот есть, она такая. Памятники вообще убирать не надо. Никакие. Памятники точно нет. Это же история, да. Пусть стоит. Меняется мир, меняется мировоззрение, но это же история наша все-таки. Я был пионером, октябренком. Меня принимали в пионеры. Я родился в Советском Союзе. Это как бы, ну, моя история. Почему я должен от этого отказываться? Я был этим, горжусь этим. Почему бы и нет? Вот это не надо делать. Ну, потому что люди, которые не помнят свои истории, они начнут Вторую войну. Вот и все. Если вы не помните историю Второй мировой войны, если вы не будете знать, как наши деды отбивались, как они воевали, сколько здесь пролито крови, пожалуйста, есть Чистяковская роща на крови, есть Волгоград, Мать Родина на крови. Это память наших родных и близких. Зачем вообще убирать то, что уже создано, и то, что должны чтить? Я не считаю, что должны сносить одни памятники, чтобы на их место ставить другие. Если хотят ставить другие памятники, то есть много других мест. А как вообще вы относитесь к Владимиру Ильичу Ленину и почему? Положительно. Ну, я считаю, что он великий вождь. Я считаю, что революция, которая произошла, это хорошо. Это положительное событие в нашей истории. Ленин крайне отрицательный персонаж, который привнес для России очень много бед, страданий, крови. И в том числе, благодаря его политике и его наследию, мы вот сегодня разгребаем историю на Украине. Когда обвиняют Ленина в том, что он виноват в произошедшем на Украине, вообще в развале Советского Союза, ну, мне становится одновременно и горько, и смешно. Ленин – великий политический деятель своего времени. И, соответственно, он организовывал страну так, как на тот момент ему подсказывал опыт, знания и существующая геополитическая ситуация. Ленина нет уже, извините, 100 лет. Мы в следующем году будем со дня смерти, так сказать, уже проходить. И говорить о том, что Ленин виноват в том, что на Украине проблемы, это примерно ровно так же, как сейчас вот либералы рассказывают, что у нас так все в экономике плохо, потому что был Советский Союз. В 30 лет нам рассказывают про светлые либеральные реформы, громят заводы, экономику. А виноват по-прежнему Советский Союз. Не Ленин виноват. А Ленин построил великое государство рабочих и крестьян. Государство, в принципе, социальной справедливости. Государство, ориентированное на становление, образование, приобщение огромного количества людей к культуре и искусству. Понимаете? А нынешнюю ситуацию прохлопали политики, которые вообще не понимали, что на Украине творится. Даже если и понимали, то ставили вопрос личного обогащения, обогащения олигархов выше, чем интересы родной страны. И в связи с чем запустили вот эту вот всю ситуацию. Наш президент единственный, кто в публичном поле проговаривает нарратив того, что у нас есть. Была такая вот заложена бомба в основе Советского Союза непосредственно ленинской политикой. В том числе мы и все последствия, которые сегодня разгребаем. Та же самая в Украине. Это тоже связано именно с этим. То есть это как бы в послании президента четко прослеживается. И когда Путин говорит о том, что там Ленин виноват, он там заложил основу, да подождите, последние 30 лет Советского Союза вообще нет. Руководят совсем другие люди с другой идеологией. За 30 лет Сталин провел индустриализацию, коллективизацию, выиграл войну, а эти все рассказывают, что им Ленин виноват и коммунисты. Это, по сути, роспись в неумении, в непонимании ситуации, в неумении исправить то, что сейчас сложилось благодаря их же работе. Кто назначал таких людей, как Черномырдин, Зурабов послами? Кто обнимался с Порошенко и признавал его? Кто, соответственно, всеми силами запихивал Донбасс обратно на Украину? Вот даже сейчас, когда Путин сказал, что, может быть, и не стоило, наверное, бы этого делать, только это же сразу было понятно, что такое вообще Минские соглашения. И это попытка запихнуть Донбасс обратно на Украину. Восемь лет пихали. Выяснилось абсолютно безрезультатно. И теперь президент вместе со всем нашим МИДом разводит руками и говорит, боже мой, нас обманывали. Они, оказывается, не собирались ничего не выполнять и не собирались ни в какое конструктивное мирное русло включать Донбасс. Бог ты мой, а то сразу было непонятно. В этом тоже Ленин виноват? Ленин призывал к террору, опять же, непосредственно к террору против широких масс, по классовому признаку. Да, то есть человек, неважно, занимался антисоветской деятельностью или не занимался антисоветской деятельностью, но раз он принадлежал какому-то классу, он подвергался террору. Это абсолютно, это фактически такой геноцид, либо стратоцид, я знаю, как его назвать, именно по классовому признаку. Это тоже абсолютно неприемлемо, и я не понимаю, почему люди спустя 100 лет как бы с придыханием вспоминают о нем после таких вещей. По поводу обвинения Ленина в уничтожении целых классов, давайте мы не будем горячиться. Во-первых, это огромное количество нагромождения фейков, как сейчас говорят, или исторических мигов. Ну, например, если вы откроете интернет, первое, что вылезет, есть якобы приказ Ленина расстрелять всех казаков в Краснодаре. Но при этом указ датирован в первой половине 20-го года, когда Краснодара не было в принципе. Владимира Ильича нужно похоронить, мы православная страна, у нас не должно быть мумии в центре города, в центре нашей столицы. Что касается мавзолея, здесь можно по-разному относиться, можно его снести, можно как-то его при какой-то музее превратить, не знаю. Но, конечно, с самого тела нужно похоронить, нужно превратить усопшего земли. А как вы вообще относитесь к Владимиру Ильичу Ленину и почему? Ну, это как бы человек уже в истории, да, там, кто там говорит, его там надо перезахоронить, вынести. Но если уже устоялось все, зачем это двигать камни? Впечатление как о хорошем вожде, наверное, вот. То, что народ шел за ним, вот. Я думаю, что он хорошо правил страной в то время. Человек возродил страну, конечно, многое правильно сделал. Были ошибки, у всех, конечно, ошибки-то есть. Эта фигура противоречивая, конечно, но это часть нашей российской истории, ее нужно знать, уважать и любить. Просто необходим был такой человек, он пришел, и та история, которая должна была случиться, она случилась. Прекрасно отношусь, учиться, учиться и учиться. Мы же октября-то, а еще мы пионерию принимали. Я считаю, что он великий вождь. Я считаю, что революция, которая произошла, это хорошо. Это положительное событие в нашей истории. Ну, не знаю, я с детства привыкла, что Ленин – это хороший исторический деятель, ну, вообще, хорошая, положительная историческая фигура. При Ленине было человек-человеку друг, товарищ и брат. Ну, и все последующие годы. Не все, конечно, братья, но тем не менее. А при капитализме человек-человеку волк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова